Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Михаил Дмитриевич, конференция у нас называется «Итоги и перспективы», и хочется начать. «Итоги плачевные, перспективы замечательные». Но на самом деле всё не так. Вот сейчас мы находимся у того самого барьера, когда морфолог уже не находится на гребне волны с точки зрения понимания того, что он должен сделать. А клиницист не совсем понимает, что имеется в арсенале морфологических и молекулярных лабораторий. И это действительно остро почувствовалось в этом году, поэтому у меня сообщение будет именно в этом аспекте. Может ли быть что-то в наше время сенсационным? Вы знаете, на самом деле да. И то, что сейчас переживает онкология и патологическая анатомия опухолей, и молекулярная биология опухолей, на самом деле является действительно неким сенсационным прорывом, свидетелем которого мы сейчас являемся. Но в чём заключается сенсация? В 2001 году впервые появился препарат имотениб, который действовал на одно из клеточных событий при хроническом милолейкозе. Это было действительно прорывом, очень успешным. И через 10 лет появился новый препарат, блокатор, ингибитор, тирозин киназ. Но он работал сугубо при клеточном событии немелкоклеточного рака лёгкого, при аденокарциноме. Дальнейшим произошло некое накопление опыта, и в 2017 году вышло сенсационное разрешение FDA, разрешающее лечение пембролизумабом всех солидных, по сути, опухолей, имеющих местно распространённый характер и метастатический характер. И, собственно говоря, вот с этого момента всё и началось. Хотя FDA сделала оговорку, что должно это использоваться только в случае, когда уже всё использовано, когда есть однозначно исчерпанный арсенал предшествующих вариантов палеотивной химиотерапии в том числе. Но это разрешение вылетело в виде некой научной утки, разлетелось пархая в виде многих стай во все стороны. И, к сожалению, кто-то, недопоняв, решил, что это касается абсолютно всех опухолей на любой стадии процесса, даже с нуля. Термин «тишеагностик канцердраг» на самом деле очень сложно перевести, но в настоящее время существует совершенно отчётливое определение понятия. Это тип терапии, в котором используются лекарства или другие вещества для лечения рака, основанная на генетических и молекулярных особенностях злокачественной опухоли, независимо от гистологического типа или места возникновения опухоли в организме. В ткани агностической терапии используют один и тот же препарат для лечения всех типов рака, которые имеют генетическую мутацию или биомаркёр, на который нацелен препарат. По сути, это разновидность таргетной терапии, также называемая опухоль агностической терапией. Вы знаете, это очень похоже на некий философский камень алхимика на самом деле. И сложно сказать, и сложно даже представить, что из себя представляет эта тиша агности канцердраг. Но мы должны с вами однозначно представить эту ситуацию с точки зрения такой. Четвёртая стадия – отсутствие эффекта от всех предшествующих вариантов терапии. И дальше это не зависит от того, какой это орган и какая это ткань в принципе. Вот это тот момент, который мы должны переключить в своём понимании тех процессов, которые лежат в основе именно такого подхода терапии опухолей. Занимаясь леомиосаркомой теломатки, мы совершенно чётко видели, что при появлении гематогенных метастазов, а саркомы – это чаще всего гематогенные метастазы, прогноз становился не то чтобы плачевным с точки зрения 50-50 или как-то ещё. Это практически был приговор. Но вот есть очень достойный пример как раз понимания тишиагностик терапии. Леомиосаркома с метастазами гематогенными, с огромными, вот здесь на левом слайде мы видим в центре, огромное образование метастатическое. Исчерпаны были все варианты. А какие там ещё могут быть варианты при леомиосаркоме, их не так много. Но было всё исчерпано. И всё-таки решили попробовать провести ПДЛ-диагностику. ПДЛ-1 оказался невыраженным, там даже где-то в пределах 1%. ПДЛ-2 был значительной экспрессией, и ПД тоже был с невыраженной экспрессией. Но всё-таки было принято решение, поскольку нет накопленного опыта, барьерных, так сказать, цифр для ПД. Было принято решение терапии соответствующей, и был зелёная стрелка центральных рисунков. Значит, мы видим совершенно потрясающий результат. Ответ больше 70% опухоли. Естественно, стойкая ремиссия. Случай закончился плачевно, безусловно, но вот этот срок 30 месяцев при распространённой леями у саркоми теломатки – это потрясающий успех. Для патоморфолога это действительно вызов. Это действительно вызов не только с точки зрения, как себя вести в случае диагностики опухоли, но это ещё и очень приятные бонусы для нас, потому что появляются совершенно интересные, новые, красивые, так сказать, исследования, которые расширяют наше сознание на самом деле, морфолога. Их на самом деле не так много в настоящее время, но это пока. Традиционно это ЭДЖФР, это АЛК, это РОС, это БРАФ, это БРК, это ХЕР-2, это ошибки репарации, это РЭД, это ТРК, это фактор роста фибробластов, это PD-L1, это C-Kit, может быть, C-MED в какой-то степени. И сейчас уже есть накопленный опыт относительно массы накопленных мутаций. То есть это ещё один девайс, который позволяет, где-то проведя глубокий анализ наличия в той или иной опухоли всех мутаций и транслокаций, прийти к какому-то знаменателю, и это тоже является очень важным фактором. Если мы обратим внимание на органы, которые системы, и опухоли системы, которые могут тестироваться при помощи вот этих перечисленных маркёров, то они очень широки. По сути, нет сейчас того органа, который бы не был затронут. На самом деле здесь можно не учитывать гистотип и действительно всё больше и больше опыта наличия тех мутаций и успешного лечения при тех опухолях, которые совершенно раньше казалось бы некурабельны с точки зрения своих возможностей прогностических. современные, ну вот этот вот слайд демонстрирует действительно современные результаты тишиагности канцер-драг. Очень интересный дизайн исследования. Посмотрите, объективный ответ, который по сути в 2-3 раза превышает ожидаемые от палеотивной химиотерапии. Это и 53%, это и 68%, и 50%. Причём обратите внимание, здесь совершенно не учитывалась та опухоль, с которой столкнулся врач. Принцип дизайна был любая опухоль с наличием соответствующей мутации. Вот это тоже примерно в таком же ракурсе исследования, при котором мы уже видим действительно сопоставление при различных локализациях и в различных состояниях. Это и MSI, это и TRK-мутация. И тоже видим потрясающие результаты, как с точки зрения ответа, так и с точки зрения прогноза. Какие вызовы с точки зрения морфолога? С точки зрения морфолога давайте вспомним рак молочной железы. Когда появились неоадювантные варианты терапии, мы столкнулись с проблемой отсутствия опухоли при исследовании макропрепарата после проведенного лечения. Лечебный патоморфоз, который в настоящий момент используется RCB-система, приводил к тому, что опухоль мы найти не могли. Это же нас ждет, скорее всего ждет, потому что мы не думали, что это будет именно так при молочной железе. И сейчас надо понимать, что это будет ровно так же и при остальных локализациях. И в этой ситуации крайне важным становится определение именно критериев лечебного патоморфоза, которые либо нужно все-таки сделать унифицированным, либо все-таки обозначить как-то для каждого органа отдельно и для каждой ткани отдельно. И это тоже загадка для нас сейчас очень серьезная. Вот это из руководства Агиолан, в котором исследуется препарат практически весь. То есть вот столкнувшись с такими исследованиями, там, вы знаете, около 200 стекол используется, выходит около 200-250 стекол на одно исследование как минимум, ну то есть кусочков. Плюс иммуногистохимия, плюс повторное ретестирование опухоли. И вы представляете, насколько это колоссальный труд. Но это факт, который есть при антипидитерапии. Тем не менее, опыт накопленный, конечно, колоссальный, но с точки зрения практического подхода мы совершенно четко должны понимать, что точка приложения должна для нас быть понятной с точки зрения известных локализаций, известных опухолей. Это в первую очередь рак легкого. Я дальше пройдусь и по всем локализациям, по возможным локализациям времени не так много. Но рак легкого – это, пожалуй, та самая модель, которая становится очень интересной с этой точки зрения. И все-таки это та самая локализация, которая побудила FDA прийти к такому выводу. Мы оценивали в свое время результаты лобэктомии, пневмэктомии, то есть массивности хирургического вмешательства. И оценивали прогностическую значимость стадирования. И мы видим, что это при Т1 около 60, и при Т3 это не больше 23%. И очень интересный слайд, который не любят клиницисты, химиотерапевты и хирурги. Но, тем не менее, я его часто демонстрирую. Вот с левой стороны большой синяя кривая – это там, где человек не получал вообще ничего. Нижняя часть – это там, где получали варианты из традиционных дуплетов и так далее, лучевых терапий. А сверху – это как раз тот самый момент, когда человек получил таргетную терапию. И мы с вами совершенно четко видим, что лучше выбрать в этой ситуации. А может быть, иногда даже лучше чего-то не выбрать, чем назначить напропалую все, что угодно. В настоящее время при раке легком и при многих других локализациях существует целый ряд мутационных нагрузок. И здесь действительно на первом месте… Знаете, здесь частота возникновения мутации не значит, что при мелкоклеточном раке, например, можно не обращать внимания, потому что там только практически П53 мутированный. Ничего подобного. Да, чаще аденокарцинома, реже плоскоклеточный рак, но, тем не менее, это все встречается в тех случаях, когда мы можем оказаться бессильны. А вот до недавнего времени известный алгоритм исследования. Естественно, ЭДЖФР, естественно, АЛК, естественно, РОС со своими методическими подходами и ПДЛ независимо от типа немелкоклеточного рака легкого. Так вот, эта последовательность в настоящее время летит в тартарары. ЭДЖФР, да, до 15%, АЛК – 5%, РОС – 2%, АМЕТ – около 3-4%. Но посмотрим ниже, уже внутриклеточные события. Это Петрика, это ИРАС, ИАКТ, ИРАФ, и еще масса других неоткрытых или пока находящихся в разработке исследований. И это уже будет ломать вот этот алгоритм напрочь. И уже ломает этот алгоритм. И это именно тишиагностик подход для выявления тех самых нужных мутаций. Мелкоклеточный рак. Если мы о нем забыли, то мы совершенно не правы. В настоящее время это не только ПД-диагностика. В настоящее время находится в разработке, вот смотрите, какой столбец колоссальный. И там уже получены потрясающие результаты даже при немелкоклеточном раке. А вот при антипидитерапии мы видели вариант лечебного патоморфоза у умершего человека. Поначалу мы решили, что опухоли нет. Потом мы решили, что это какие-то макрофаги непонятные дистрофические. То есть точка приложения для мелкоклеточного рака оказалась очень удачной. Безусловно, был летальный исход. Но то, как изменилась опухоль, позволило нам подумать, что, наверное, все-таки над этим тоже надо работать. ЭДЖФР, безусловно, это 19-й экзон, 21-й, 20-й, 18-й и устойчивая мутация Т790М, которая встречается меньше 5%. Но этих событий около 30. То есть мы сейчас уже понимаем, если мы говорим тише агностик, мы должны думать о том, что мы все 30 должны видеть и знать. И более того, мы должны совершенно отчетливо понимать, что при анти-ЭДЖФР-терапии мы получим колоссальный исход в виде сплайсингов, в виде комплексов, собственно говоря, ядрогенно наведенных мутаций и комплексных изменений в опухолевых клетках, которые тоже должны быть ретестированы. Это замечательный результат по лечению ЭДЖФР. Безусловно, замечательный результат и вполне статистически значимый. Поскольку это опухоли, которые прогрессируют и которые уже тестировались первый раз 5-3 года назад и рецидивные, соответственно, возникает проблема. А какой материал должен быть использован? И здесь, безусловно, однозначный ответ. Лучше тот, который содержит не менее 500 клеток на биоптат и тот, который можно ретестировать еще несколько раз на различные маркеры. Это трансторакально-пункционная толстоигольная биопсия, но это и диагностические торакоскопии. И глупые сейчас те регионы, которые закрывают хирургические отделения, потому что у них 75% рака легкого. Это четвертая стадия. И зачем это нужно, если мы при цитологии так можем подтвердить? Это глупые решения. Сейчас необходимо получить максимальное количество материала для того, чтобы была возможность тестировать на все возможные мутации именно с подходом ТИШ и Агностик. АЛК. Вот здесь уже не 30, здесь всего лишь 10 транскриптов в настоящее время известных, но в любом случае это то, что тоже должно быть тестировано по-правильному. Количество и локализация этих АЛК-мутаций, вот именно с точки зрения, вдумайтесь, только здесь и эзофагиальный рак, и колоректальный, и нейробластома, и глиобластома, и у них еще масса других вариантов опухолей, которые могут оказаться с АЛК-аберрациями. Поэтому это то, что нужно тестировать в четвертой стадии обязательным порядком. Частота встречаемости при раке легкого, да это и не только при раке легкого, а при опухолях других локализаций, от 1,5 до 9%, и это тоже не потолок, это меняющаяся цифра. В течение 5-6 последних лет она динамически изменяется. Вот это то, чем занимается патоморфологическая лаборатория. Мы часть вот этих ТИШ и Агностик маркеров можем делать при помощи иммуногистохимии. И вот это классический пример АЛК-диагностики с помощью Д5Ф3. Вот такая вот гранулярная цитоплазматическая реакция в типичных аденокарциномах. А вот случай, когда, казалось бы, вот слева верхний кадр, это, казалось бы, вполне внятная позитивная реакция. Может быть, не в 100%, но вполне внятная позитивная. Но у нормального морфолога она вызывает сомнения. Типичная аденокарцинома, уже леченая, перелеченая, АГФР негативная. АЛК может быть. Это конкурирующая мутация, но она как раз таки может быть при АГФР неактивности, но может быть и при АГФР позитивности. Крайне редко, но может. Тогда необходимо провести фиш исследования. Вот оно было произведено и не было получено позитивной реакции, не было фьюза выявлено. Что касается АЛК приобретенных резистентностей, я не буду останавливаться подробно, как это происходит, но это отчасти может происходить в результате наших с вами лекарственных воздействий и лучевых на опухоль. И тогда становится крайне важным, опять же, ретестирование рецидивов. Вот АЛК, безусловно, хорошие прогностические критерии. При его позитивности это всегда плохой прогноз, а при его терапии этот прогноз значительно улучшается. Однако, если смотреть регрессионные анализы, то мутация АЛК и ПИД находится в самом конце, хотя достоверном, но все-таки в самом конце. Иглы бы в виде стадии размера и показателя Н являются одними из важных все-таки показателей. Поэтому все должно быть взвешено, конкордантно и продумано, а не только по хотению. Мутация МЕД это редкая штуковина, но все-таки чаще, чем РОС, это около 5%. Вот если включить сознание агностик терапии, то мне не важно, какая это ткань. Но если брать рак легкого, то это все-таки чаще не аденокарциномы, а плоскоклиния. Это своя приобретенная устойчивая мутация Н375С, но устойчивая к терапии. Но мы тоже должны понимать, что она также должна быть тестирована и ретестирована при прогрессировании. Здесь, опять же, иммуноморфологический метод является методом скрининга. И при подозрении на наличие мутации, при выраженной экспрессии, 3 балла, мы должны провести все-таки фиш исследования. Ну, как минимум, я не говорю о НЖС, как минимум, это должна быть фиш. РОС – это около 2%, но это потрясающая мутация, которая при возникновении в опухоли, еще раз повторюсь, любой опухоли, должна привести, при соответствующих ингибиций, должна привести к очень хорошему результату. Это тоже скрининг, иммуногистохимическая реакция. При сомнениях должна проводиться фиш исследования, которая покажет соответственный фьюз. И в этой ситуации мы, конечно же, тоже вооружены довольно неплохо. Вот слайд демонстрирует как раз то, что РОС – это редкая мутация, но при ее возникновении прогноз, с одной стороны, худший, а с другой стороны, если нацелено воздействовать на этот пункт, то прогноз становится куда лучше, чем у всех остальных типов опухолей и типов мутаций. ТРК – современная штуковина встречается редко у взрослых до 1%, но очень часто в детских опухолях и практически всегда еще и при ряде опухолей у взрослых типа глиомы. Результаты тоже очень хорошей антипидитерапии. Вот теперь немножко клинических примеров. ЭДЖФР – негативная четвертая стадия, не говорю, какая это опухоль аденокарцинома, вот неважно, по сути, тишая агностика – это неважно, какая это гистогенез и где это локализовалось. Опухоль ЭДЖФР – негативная, при ЛК-диагностике она тоже оказалась негативная, а зато ПДЛ-1 показал около 50% позитивности, хотя с выраженной гетерогенностью, а это можно доказать только с помощью ИГХ. И она же рост позитивная. ПОЖАЛУСТА, патроны даны в арсенал оружия химиотерапевта. Другой случай, неважно, какая опухоль, хотя это плоскоклеточный рак, но неважно, где локализовался, тоже ЭДЖФР негативный. Естественно, была проведена попытка обнаружения МСА и ошибки репарации, не было найдено. Но зато ПДЛ позитивная опухоль совершенно отчетлива и ТРК тоже позитивная. Потрясающим образом опять оружие для химиотерапевта. Молочная железа это не четвертая стадия, это первичная диагностика, секреторная карцинома, но, пожалуйста, ТРК и в обоих случаях позитивная. Пожалуйста, это арсенал и задел на будущее. А вот кошмарная история. 15 лет заболевания саркомы, которое первично было диагностировано как карциносаркома. Многократно рецидивирующая опухоль. Появилась молодая женщина, появился ПД. Вроде бы нашли ПДЛ-экспрессию до 10%, провели терапию, 3 или 3,5 года стойкой ремиссии и опять рецидив. Но уже такой, когда все сказали, ну все, конец. оказалась на ТРК позитивная саркома. И вот сейчас решается вопрос о соответствующем варианте терапии. И это тоже один из вариантов оружия. Меланома. Масса событий, брав известная, а там еще масса других событий. Пожалуйста, ТРК позитивная. Первичная опухоль ТРК позитивная, метастатическая тоже ТРК позитивная. ЦЕКИД, она же позитивная меланома. Еще оружие, пожалуйста. Значит, теперь подумаем о том, а насколько важно ретестирование. Рак молочной железы, конкордантность первичного и метастатического очага различаются до 50%. Вы представляете, какой реверс может быть и иммунофенотипа, и молекулярного подтипа. Метастазы в кости, ХЕР-2 позитивная опухоль, становится ХЕР-2 негативной. И наоборот, негативная становится позитивной. И тогда, ну не важно, где это локализовалось первично и как это выглядело первично. Важно ретестирование. Это наши девайсы в настоящий момент. Это ЭГХ, это ФИШ, это ПЦР в реальном времени, это секвенирование, которое во всех вариантах и в нынешнем НЖС-варианте. А это наши мысли все-таки. Рецидивы и отдаленные метастазы должны быть тестированы на максимально широкий спектр событий. И это созвучно с ТИШ и Агности канцер-драг в настоящее время. Я постарался уложиться.